В 2016 году Совет руководителей предприятий одобрил проект мемориального комплекса под открытым небом рядом с Курганом Славы. В этом же году коллектив акционерного общества «Атомтранс» взялся за благоустройство территории вокруг мемориала. Партия «Единая Россия» выступила с акцией «Лес Победы». С тех пор ежегодно рядом с Курганом идет посадка молодых саженцев на месте очищенного от сорного дерева парка. В акции ежегодно участвуют молодые атомщики Смоленской АЭС, общественные организации города, службы благоустройства, работники акционерного общества «Атомтранс», представители администрации Десногорска. Это уже стала традиция. Ежегодно мы высаживаем деревья на территории нашего любимого города. Поэтому это хорошее дело. Мы его поддерживаем и будем, соответственно, поддерживать. Потому что если каждый гражданин, житель нашего города, посадит по одному дереву, я думаю, что это будет очень здорово. Это будущее наше. В этом году активисты высадили более ста молодых саженцев деревьев. Как всегда, много молодежи приняло участие в акции. Сажали деревца целыми семьями. Очень приятно, что сегодня на посадку деревьев пришли школьники. И я был поражен. Наверное, полгода назад я встречался в школе, да, и обратился. Ребята, вот вы молодые, они с удовольствием. Каждый день звонок за Михайлович, когда будем садить. Поэтому, наверное, очень полезно для нашего города. Почаще бы жители активно участвовали в таких мероприятиях. В Десногорске стало доброй традицией весной совместно проводить субботники и акции по благоустройству нашего города. Сейчас собралось большое количество молодежи. Видим, что на самом деле молодежь неравнодушная. Да и не только молодежь. Здесь многие представители других организаций, руководители. Все пришли с большим желанием еще одно место города сделать очень красивым и приятным для посещения всех жителей города. Через несколько лет на этом месте будет шуметь молодой здоровый лес. Он будет излюбленным местом для прогулок десногорцев. А мы будем помнить, благодаря кому наш город становится красивее и уютнее. Редактор субтитров А.Семкин